Субъектность и управление качеством жизни последних событий, как ковидных, так и в особенности всего, что происходит на Украине, видна позиция евроамериканского конгломерата в целом. И вообще нужно понимать, что евроамериканский конгломерат, западная цивилизация, всегда выстраивали управление на принципах пирамидальных, когда был разрыв в понимании между вышестоящим и нижестоящим слоем, и, собственно, эксплуатировалось это непонимание. Сегодня в век информационных технологий информация выходит напрямую, и в соответствии с законом времени сегодня западная элита украчивает управляемость. выход именно один-один пытаться опустить меру понимания на местах гораздо ниже, чем это было до того. То есть вот, по сути, стратегия превращения человека в человека служебного, она именно на этом и базируется, чтобы обеспечить, опять же, разрыв в мере понимания. Ну и если посмотреть на то информационное поле, которое сегодня навязывается западной цивилизацией, а наше медийное пространство, конечно, подвержено мощнейшему влиянию с этой стороны, то я бы разделил информацию, которая доминирует в нашем информационном поле, на три типа. Это информация такая, если угодно, образовательно-бытовая, полезная. Есть информация в виде информационного шума, информация, конечно, действующая на подавление психики человека и на деморализацию нашу, ну и царская информация. Царская информация я бы называл ту, которая необходима для выявления, понимания и разрешения проблем, которые складываются, в общем-то, на уровне общества в целом, на уровне общественной значимости. Чтобы эти проблемы преодолевать, нужна вот информация такая царская, которая, ну, она идет еще, в моем понимании, со времен царизма были целые пласты информации, которые давались только царской семье. Скажем, цифровая модная грамота, умение считать там, так сказать, образно, а не поштучно и некоторые другие вопросы. Конечно же, в становлении вот будущего особая роль принадлежит семье. Не случайно сегодня эта тема доминирует во всех сообщениях. Семья – это, конечно же, не ячейка общества. Это реальное зернышко, это мощнейший социальный стул, из которого именно и вырастает будущее нашего общества в целом. Я вам скажу, могу сказать вот на своем примере, скажем, как бы ни доминировала сегодня матрица действительно такая со стороны западных, прежде всего, транснациональных корпораций по, к примеру, там, алкоголю, табаку. Но для меня, к примеру, в семье нет человека, кто бы употреблял алкоголь или курил, точно так же, как и в моем близком окружении. Вот что такое семья. Ну и, конечно же, я хотел сказать, что народ – это не то, что он представляет из себя сегодня, а народ – это то, о чем он мечтает. И в мечтах нашего народа, конечно же, всегда была забота о воспроизводстве собственного населения, содержания своей территории. И мне очень приятно, что как бы вот наша с вами встреча, она как будто бы приурочена вот к тем крупным событиям, которые только что произошли. 28 июня наш президент подписал указ о Дне семьи, любви и верности. И праздноваться он будет 8 июля. Поэтому мы с вами как раз попали в эту вилку между подписанием этого указа и празднованием непосредственно. Хотел бы сразу обратить ваше внимание на то, что в нашей стране реализуется такой мощный проект. Он называется «Киноуроки в школах России». «Киноуроки в школах России». Если вы наберете в интернете, кто там профессионально интересуется этим вопросом, вы там все найдете. Но смысл в чем? Обучение в школе рассчитано на 99 месяцев. В рамках этого проекта подобраны 99 качеств, которые нужно привить вообще нашим детям. И ежемесячно предполагается просмотр этого фильма с последующим его обсуждением и с отработкой этого навыка на практике. То есть, если трудовидное прививается, то оно не только обсуждается, но, скажем, потом идет посадка деревьев и так далее. А проект идет активно, в том числе и на Донбассе, туда команда выезжала наша и работали там, в том числе и с детьми. И мне очень приятно, что Ярославская область в рамках этого проекта уже сделала два фильма. А вообще у нас рассчитано, что каждый регион делает один фильм, это уже будет 84, да, или теперь уже побольше. Вот. И поэтому один фильм делает регион, но просматривается он во всех регионах страны. То есть, и узнают друг друга регионально. Так что, на мой взгляд, такой очень интересный комплексный проект. И вот, это как раз то, что я уже сказал о царской информации, что это судьба человека и общества. Вот. И, собственно, моя миссия сегодня, и то, что я хотел для вас нанести, это дать представление о субъектности, о компасе для управления качеством жизни. Чтобы не складывалось так, что мы и наши семьи плывут по волнам навязанного нам кем-то, по волнам обстоятельств. Вот. Субъектность, она определяет все. Субъектность личная, субъектность семьи, субъектность государства. Субъектность государства, это, по сути, и есть суверенитет. Вот подробно эти темы у меня раскрыты сейчас в феврале, эта книга переиздана, она называется «Глобальное управление и человек. Как выйти из матрицы». Значит, она сейчас есть, Валборис реализует эту книжку, и поэтому, кто заинтересуется более подробно, можно посмотреть в этой книге. Собственно, к чему сводится принцип в субъектности? Мысли глобальны, действуй локальны. Иногда говорят, что там рассуждать, работать надо. Это тоже не совсем верно, потому что надо знать, на кого и как ты работаешь, да. Поэтому нужно иметь, конечно, общее представление, хотя действует локально. По-западному цивилизация, глобализация, это не дать состояться представителям народа в качестве человека разумного, вот. А у нас наоборот. Что сделать, чтобы научиться жить на земле по-человечески? И об этом очень ярко говорил наш президент. Он говорил о том, что суверенитет – это очень дорогая вещь, редкая, эксклюзивная. А Россия, он прямо говорит так, что Россия будет либо независимой или суверенной, либо, скорее всего, ее вообще не будет. Вот после этого можно понять те события, которые сегодня происходят на Украине. Потому что либо быть суверенитетом, либо не быть Россией. Вот так ставят вопрос президентам, ставится вопрос президентам, и мы должны это понимать. И вот для того, чтобы вообще ориентироваться по-крупному, нужно понимать, что человек, он живет в мироздании, да. И он независим от его воли, понимает он это или не понимает. Он должен жить, учитывая объективные закономерности, которым подчинена его жизнь. А каким же закономерностям? Ну, прежде всего, общая биосферка, потому что мы часть вот общих биосферных процессов. Гидовые процессы – это то, что отличает био-вид человек разумный. Мы только что в переливе обсуждали эту тему, что да, есть, скажем, виды живых существ на Земле, но гермофродивны, скажем, био-виды. Она может быть и мужского рода, может быть и женского, в зависимости от обстоятельств. Но человек – это конкретный вид, и он предопределен Богом, как он развивается. Поэтому попытки Запада увести, значит, нашу цивилизацию в иную сферу, оторвать от вообще видовых наших характеристик, это, знаешь, провокация к чистому. Нужно понимать наосферно-религиозные, наосферно-этические вещи и понимать, как они работают. Потому что наосфера, та, о которой говорил Гернацкий, – это не просто чьи-то придумки, это реалии наших жизней. И другое дело, что человек может или ощущать эти реалии, или не ощущать. И вот дети, психика которых не извращена подобного рода отклонениями, которые пытаются привнести, они воспринимают это все. Поэтому внимательно прислушивайтесь к вопросам, которые задают дети. Вот они задают их, общаясь с ноосферой и, если угодно, с Божьим промыслом. Потому что Жан-Жак Руссо даже в своем время еще сказал, если вы хотите, чтобы человек состоялся как человек, то избавьте его, поместите его в природу, избавьте от негативных воздействий человеческой аэросферы. Потому что там все и плохое, и доброе. Наконец, социокультурные закономерности, экономические закономерности, управленческие. Все это нужно учитывать. Без этого невозможно нормально сформировать субъектность. Ну и главная характеристика западной цивилизации – это толпы элекаризм. Вот в чем сущность вообще этой цивилизации? Это толпы элекаризм. То есть наверху узкая структура, ну как в условиях древнего Египта оно называлось, жречеством. Сейчас там иногда говорят «глубинное государство», иногда там разные темы применяют. Но явление это в жизни есть, но термина нет. И поэтому, как говорил Козьма Прутков, многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабые, но потому, что сие вещи не входят в круг наших понятий. Поэтому вот все понимают, что это нечто есть, а вот что это такое, а нет такого слова сегодня. Ну мы именуем это «концептуальная власть» в своем кругу. Это такой необщепризнанный термин, но я думаю, зря, что он не является необщепризнанным. Потому что явление такое явно есть. И вот у Своего Игоря Викторовича по этой теме как раз защищена докторская диссертация. Вот он как раз говорит о феномене концептуальной власти. И на высоком научном уровне показывает, что это такое, и как это понимать, и как этим пользоваться, и как противостоять чуждой нам концептуальной власти. И вот сегодня, как я уже говорил до этого, что их попытка, поскольку расседает внимание наверху, то они внизу, а разрыв в мере понимания нужно сохранить. За счет этого идет управление. Что вот эта полочка наверху, она понимает вот эти все закономерности и жизнь гораздо лучше, чем внизу. А если внизу начинают понимать больше и больше, то их надо опустить, иначе мера понимания сравняется и утрачивается управление в толпы лекарной системе. Но мы считаем, что это неизменный этот процесс, потому что наступили иные времена. И их попытка оттянуть это, она ни к чему не приведет. Потому что прогресс, который нам навязывает Запад, это вот тупое потребительство. То есть мы развиваемся, развиваемся, и по их предложениям мы должны потом, они говорят, ну а что вам там, мы вас всем обеспечим, мы вам все дадим, ну извините, а это что за жизнь? Это жизнь вот того самого животного, которое нарисовано. Оно живет, в общем-то, полностью сыто, всегда в тепле, так сказать. И нам хотят уготовить такую же участь. Но мы говорим о том, что человек сам может обеспечить свое счастье, но для этого он должен состояться в качестве человека. Ну и вот такие попытки, они к чему приводят? Вот приводят к тому, что сегодня идет реальная угроза земному шару в целом. Вы знаете, есть такая теория Геи, что земля – это живое существо, и она, в общем, может иногда встряхнуться и сбросить что-то лишнее. И слышали вы, наверное, такой мудрый анекдот, как две планеты между собой общаются. Ну как у тебя, как живешь? Да все нормально, а у тебя? Да тоже ничего, но правда люди завелись. А, ну ничего, это лечится, так сказать. То есть мы должны понимать, что есть некие возможности вуноосферы и, конечно, чуть-чуть у Божьего промысла, что те цивилизации, которые уклоняются от Божьего промысла, они заканчивают тем, чем заканчивали цивилизации, которые существовали на нашей с вами. Пока Запад нам предлагает вот такой сценарий развития и такой сценарий стратегии нашего будущего. Даже они пытались, вот такой мощный проводили эксперимент, «Биосфера-2», где моделировали возможность автономной системы выживания. Там нашли они группу больших добровольцев, такая была создана, огромнейший проект, полностью изолирована на случай там ядерной войны, еще что-то. Вот создавалась такая полностью изолированная от биосферы емкость, и они рассчитывали, а можно ли вот там жить. Оказалось, что нельзя. А почему эта система дальше не работает? Потому что произошла смена логики социального поведения, так мы говорим. Вот наверху условно обозначена смена поколений, она раз в 25 лет во все времена. А вот технологии, каменный топор не менялся тысячелетия, потом технологии какие-то действовали столетия, так скажем, паровоза и парового котла. А сейчас технологии меняются уже гораздо быстрее, чем за 5 лет. И это как раз говорит о том, что дальше жить в условиях толпы и лекаризма не получится. Почему? Ну, потому что вот та западная элита, которая по Пушкину царству лежа на боку, она дальше не работоспособна, потому что она получила ей это посвящение, а через 5 лет они уже никому не нужны, потому что мир изменился. Об этом очень ярко говорил Александр Сергеевич Пушкин, которого я считаю истинным пророком русской цивилизации. Он как раз говорил о законе времени. Вот закон времени – это закон выравнивания вот этих двух часток. Он говорил, он звезды, говоря об этой системе глобального управления, доминировавшего в последнее время в земле западного, он говорил об этом субъекте. Он звезды сводит с небосклона, он слизнет, задрожит луна, но против времени закона его наука не сильна. Это очень емко так. И вот нужно понимать, что русская цивилизация, русский человек, он будет жив только тогда, когда будет соответствовать, если угодно, вот тем скрепам, которые заложены у нас тысячелетиями. Вот даже де Голля высказывание, русские люди никогда не будут счастливы, зная, что где-то творится несправедливость. Я в своей жизни многократно в этом убеждался, не буду водить вам примеры, но они просто потрясающие. Когда вот человек, у которого все есть, и он, выходя там из министерства, так хлопнул в дверь, что чуть не вылетел косяк, там у них в двери. И они удивлены, как в свое время это на расцвете перестройки, когда ему предложили все, но только надо, чтобы фабрика продержала уже не Россия. И для западного ума это не понять. Уму России не понять, как и в западном умом не понять. Мы-то прекрасно себя понимаем. То же самое говорит Лев Толстой о том, что русские всегда будут искать правду, истину и справедливость. Общинность крови у русских людей. И поэтому, когда мы говорим коммунизм, честно говоря, просто мы некоторые термины, ну вот их извратили, а мы на это повелись. Но ведь коммунизм, если по-русски, что это? Это коммуна, это общинность, это коммуникации созвучно этому. Вот что такое коммунизм. Но когда, говорят, тезис был от каждого по труду, от каждого по способностям, от каждого по потребностям, это просто Хрущев его фальшиво истолковал. Речь в том, что человек остается тем же, а от потребностей его надо удовлетворять. Догоним, помните его тезис в Соединенные Штаты по производству мяса и молока на душу населения. А зачем? Я хочу спросить, зачем? Вот допустим, ну, как каждый говорит, что воля жить так, как он живет, но люди же могут меняться и могут менять свои потребности. Так вот секрет в том, чтобы человека изменить, чтобы изменить его потребности. Вот я живу при коммунизме, по коньяку, по водке, по винам, по мясу, по молоку и так далее. То есть мне даже бесплатно это ничего не надо. Ну вот, собственно, коммунизм. И так по многим другим параметрам можно выстраивать коммунизм, не увеличивая потребление и приходя вот в тот опыт того животного, которое там нарисовано в западной концепции, а меняя человека. Вот в чем секрет такой. А Хрущев это неправильно понял. А потом и благодаря этому опорочили вообще вот этот великолепный термин. И, конечно, когда мы говорим о человеке, то все начинается с биглии, в общем-то. Вот слушайте эти слова, и здесь не все даже чувствуют вот эту тонкость, потому что Бог-то не создал нас по образу и подобию. Он только сказал, сотворил человека по образу и по подобию нашему. А следующий стих и создал Бог человека по образу своему, образу Божию. Вот здесь весь секрет, что такое человек и для чего он создан. Вот он задуман по образу и подобию. А подобие это не дорого. А в чем тогда цель и смысл жизни человека? В чем цель и смысл концепции русской цивилизации? А получить вот это подобие. А это подобие колоссальное. Это подобие, которое позволяет человеку жить в совершенно других условиях, жить ближе с природой и довольствоваться тем истинным, что действительно помогает ему, его телу, духу и душе. Вот это вот, к сожалению, сегодня понимание, что Бог нас не сотворил по образу и подобию, вы практически нигде не услышите. И, к сожалению, даже я когда слушаю иногда лекции и церковные, там тоже вот они однозначно утверждают, что человек сотворен по образу и подобию. Это не так. И в этом есть секрет. Именно потому, что он не сотворен по образу и подобию, отсюда появляются проблемы и задачи. Достигать это подобие. Вот то же самое по питанию. Видите, это начиналось так. И сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами, над всяким скаком. Владычествуйте. То есть все, что создано на земле, это создано для человека, во имя человека. И я уж там можно как угодно фантазировать, но если бы человек это понял и жил-то человечеством, то лисичка, возможно, развлекала бы наших детей, там, вращая хвостом, зайчик, прыгал бы возле них. Потому что они же созданы для нас, и они идут к нам. Что вы хотите? Вот у меня недавно как-то там у знакомых бельчака появились, два бельчонка. Так они вот скачут ко мне, берешь на руку, они же не понимают, что человек против нас поставился для этого всему живому. А ведь Богом-то задумано, что они нам даны в услужение. И мы, к сожалению, так себя не повели. И вот по питанию тоже, видите, это Библия, самое начало, книга бытие, Редкий Завет. И сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам съемают пищу. Ну, вы представляете, какая древняя удасть. Оказывается, ГМО-то запрещено, тем самым. Они семя-то не дают. ГМО-то это разовые продукты. Оно выросло, но семя не дает. Вот вам какие тонкости иногда такого мирозрительства толку-то можно рассмотреть. Так вот, нужна ли человеку кибердизация, о которой Запад часто говорит, что вот там, надо бы туда что-то впаять, туда что-то добавить, и вот тогда тут уж будет классный человек. А вот давайте посмотрим, а что ж такой человек на сегодня-то. Значит, у нас с вами 160 километров кровеносных сосудов. Вдумайтесь в эту цифру. 160 километров. Значит, у нас с вами 60 миллиардов нейронов. До 10 тысяч сенаксов это соединение. Вот один нейрон, клеточки, который мы думаем, может иметь до 10 тысяч связок. И наш интеллект это и есть вот эти связки, в зависимости от того, сколько их. Так вот, диаметр капилляров в 50 раз тоньше человеческого волоса, там, где снабжаются нейрончики, там и прочее, 8 микрон. А на меньший диаметр эритроцита 7 микрон. Это клетчики, которые питают наш мозг, в том числе наши клетчики, кислородом. Эритроцит что? Впитывает кислород плетки, несет его в ткани, отдает кислород, впитывает углекислый газ и уносит. В нашу жизнь это кислородный обмен. Так вот, как же тогда происходит это? А дело в том, что эритроцит, он меняет свою форму. И когда он попадает в тоненький сосудик, он вытягивается и спокойно туда проходит. Но только в том случае, если он одинок. Если они сликлись, об этом я немножко скажу, как это делается, кем и как это происходит. Вот. И если посмотреть на возможности человека, это телепатия, как совершенно элементарная речь, которая, ну как бы так сказать, она безусловно доступна каждому. Но нам все это говорит, что это какие-то сверхспособности. И логическая радиостанция Тожинского, об этом тоже скажу, отель, может быть. У меня две личные встречи с Саим Бакой были, которые просто, ну ничем не объяснить, как так потом, рассказывают все детали о твоей жизни. Да, что человек, это, понимаешь, как? Это магнитное поле Земли, значит, это диск жесткий. Вот ты входишь, он твою площадь в раз, включает и смотрит все. мне кажется, все очень просто. Если вы посмотрите Коран, там есть хадис, один из хадисов, можете найти его просто по набору, прочитать сами, но в Коране утверждается, что все, что происходит с человеком, полностью закладывается вся информация на его копчике. И копчик – это особая часть человеческого тела, который вообще не повреждает и не сгорает. Значит, когда в концлагерях уничтожали людей, копчики все оставались. Вот такой феномен. Я, например, тоже был удивлен, когда это все прочитал, Коране. Вот поэтому вот так называемые сверхспособности в действительности, на мой взгляд, это ориентиры для освоения потенциала генетически предопределенного, потенциала развития. То есть, это есть у каждого из нас. Просто мы или это развиваем, или не развиваем. Вот так условно нарисован нейрончик, вот синапсы, которые соединяют нейрончик, а между ними ключи, там еще не простое синюю, не просто проводочек, а там идут переключатели, которые тоже очень хитрые. И вот когда говорим, это я к тому, что нужна ли гиборгизация? То, что вы видели на слайде, вы представляете, как ничего, мироздания нет более сложного, чем вот тот самый человеческий организм, о котором мы с вами говорили только что, потому что, ну, это просто фантастически сложный объект, вот, то, что я вам показал, да? И неужели мы верим, что мы способны вот этот Божий замысел усовершенствовать своими, как бы, так сказать, нововведениями. Значит, лауреат Нобелевской премии Джон Эклс, просто цитату его привожу из книги «Тайный человек», он говорит, «Нет никаких сомнений в том, что человек управляет нечто, находящееся за пределами его тела». Точно так же, значит, Эхтерева утверждала, что, ну, она так, примерно, с ней наша команда беседовала подробно, представитель нашей команды, она говорит, «Я исследовала все в человеке». Кто-то без левого полушария живет, кто-то без правого полушария, у кого-то остается одна часть мозга, другая. Они живут и имеют сознание, но нет такого места, если бы сознание было внутри человека, то как-то можно было бы его удалить, но нет такого места. Вот все, если взять пять вариантов, то там нет уже ничего, что остается у этого, этого нет, у этого нет, у этого нет. У всех есть сознание. И поэтому я воспринимаю человека как просто реального такого пользователя глобального вселенского интеллекта. То есть есть и Божий замысел, Божий промысел, информационная матрица при Боге, если угодно, или хроника Акаши, как вы знаете, ну посмотрите в интернете, там все расписано. То есть где хранится все о мироздании, прошлое, настоящее. И вот у нас просто антенка, которая способна в зависимости от ее качества сканировать вот ту или иную часть этой общей матрицы. Поэтому не мы как бы придумываем что-то, мы можем придумать только то, что уже есть в матрице Божьей. Поэтому когда я работал вот с девочкой Златой, которая включала себя в эту вселенскую матрицу, то я считаю реальное телевидение как на торсионных полях. Потому что я когда у нее спрашиваю Златой, ну вот скажи, как ты это все видишь? С закрытыми глазами она видит, сердце видит, что в соседней комнате. Я приводил даже группу там проверяющих человек, 5-6, ну такие, кто не верил, были в моей комнате. И один из них даже, ну самый неверующий тогда, только-только появились мобильные телефоны, у него был в числе первых, селиться Леонидович. И он, значит, у него уже тогда в кожном футлярчике, он до этого номерочек набрал, ну и думает, подстроится Ефимов там, вот она рассказывает, они там договорились. И вот он достает этот телефончик, вот она сидит с завязанными глазами, злагает, что а это мобильник, а какой номер на нем? Она называет номер, и все, после этого нечем говорить, так это же, понимаете, ну это я один видел вот таких чудес сортных, а это и есть наша жизнь, это и есть способности человека. Я говорю, Злата, а как ты это все видишь? Потому что я из физики задаю вопрос, она проходит 5-10 секунд, я физик образовала, она мне дает ответ, у нее черт цвет, как-то я понимаю. Она говорит, я так, у меня кранчик, я пишу там вопрос, что там секунд 5-10, и мне высвечивается ответ, и ответ это читаю. Очень интересные работы с ней, я в частности там уточнял проблемы царской семьи, у меня просто такое внутреннее большое сомнение, а был ли расстрел царской семьи, был ли расстрел организован, если крышевала вся Великобритания, значит, жена Николая Второго была внучкой английской королеры, Виктории, то я слабо представляю, как Англия могла запрограммировать такой сценарий, в котором заложена гибель точки края. Поэтому я вот задавал ей вопросы, но я, честно говоря, убедился в своей плате. Хотя это не доказуемо, конечно, потому что науке нужна повторяемость в этом проблема. я получал совершенно фантастические подтверждения по некоторым вопросам, но наука говорит так, ну, тогда вот еще раз повторите, и тогда это будет научный факт. Но дело в том, что то, что идет свыше атмосфера Бога, это не повторяется. Каждый факт он единичен. Один раз произошел, но повторить его уже невозможно, потому что Бог работает через случайности и говорят, случай это всегда не Бога, когда он не хочет подписываться своим собственным именем, но без принятия вот этих единичных фактов, как доказательств таких, а там у меня были случаи, когда доказательства такие очевидные, научные это не признать. Дело в том, что если говорить не о техногенных достижениях, о том, что такое человек и что такое природа, то вот здесь надо все искать, потому что ведь президент наш не случайно на генеральной сессии ООН сказал о необходимости применения природоподобных технологий. Ну вот я подобрал вам несколько примеров. Матка слепых муравьев АТО способна телепортироваться, то есть она в бетонной камере, ученые очень пропадают куда-то, когда начинаешь это делать. А потом пометили ее меткой радиоактивной и обнаружили ее в другой камере, точно такой же полностью закрытой бетонной. Вот такие истории. 20-граммовая птичка Славка совершает беспосадочный пятидневный перевод над океаном и точно попадает в свое гнездо. Ящерица Василис перемещается по воде по принципу судна на воздушной подушке один в один. Вот возьмите одну из разновидностей ос их немоник, да, то есть это просто чудеса. Они, у них яйцеклад, куда они яйца в личинки откладывают. На глубину более 7 сантиметров дерево можно просверлить и точно попасть в эту личинку и заложить свою личинку в того жучка, червячка, который там ползит. Когда мы до таких технологий доживем-то? Жучок, березовый трубковерт это просто он себе строит домики, он вначале вот так вырезает точно-точно, а потом когда старачат, то все леписки накладываются, что невозможно сделать даже конструктору серьезным. Осы, строя свое гнездо, воспроизводят технологию производства бумаги один в один. Если я когда почитал про паука, вот я советую вам, наберите в интернете и будете поражены, я вам сейчас не помню, давно это читал, но порядка 30 у него трубочек, вот этих, которые он выделяет для паутины, порядка 30 трубочек. Каждая выделяет разную жидкость, в зависимости от температуры, от решаемой задачи, от дальше ткацкий станок и обслуживающий сервер, потому что вы никогда не сплютете эту паутину, если у вас нет проекта, вы сами в этой паутине запутаетесь, а ему же надо как-то проложить вначале отборные нити, потом сказать следующее и так далее, то есть это реально сложнейший такой компьютерный комплекс, а это вот такой паучок, которого мы там раз там двумя пальцами и все, вот что такое природа, и там надо учиться. Поэтому как раз эта цитата прямо из выступления нам нужны новые природоподобные технологии, которые не наносят урон окружающему миру, существуют с ним в гармонии и позволяют восстановить нарушенный баланс между биосферой и техносферой. вот, ну там встил я значит цитату ну я неизвест вовлю цитату Ломоносова, он говорит природа это в некотором смысле Евангелие Бога, благовестующая громко его силу и возможности. То есть, понимаете, если вы хотите понять Бога, то посмотрите с его творением, другого пути нет. Хотите понять суть художника, изучайте его картины, хотите понять суть Бога, так изучайте вот это же его все творение. Есть серьезная монография биологическая радиосвязь Кожинского. Кожинский он как раз всю жизнь посвятил вопросам передачи живыми организмами сигналов без участия органов звуковой, зрительной и понятной связи. и значит по этому поводу Солковский высказывался, что это реальный микрокосмос и в решении вот этой великой загадки этого микрокосмоса материи мозга макрокосмос в общем-то гораздо более легкая задача. Я вам помню тоже известный такой астрофизик Шварцман он тоже самое говорил. Да когда же люди наконец поймут, что истинные глубинные исследования, истинные перспективы они в исследовании человека и микрокосмоса, они в исследовании макрокосмоса, потому что мы-то с вами живем вот на земле, как лететь на Марс мы можем решать, а вот зачем лететь на Марс, когда вы себя не разобрались, это иногда у нас не обсуждается. Ну вот такая общая картиночка, как раз мы когда говорим о субъектности, то мы с вами должны понимать, что каждый человек, и семья, и социальные группы, у них вот слева, давайте пойдем, на бизнес власть можно выходить, вот Сергея Игоревича Мороза мы приходили, пригласили, там взаимодействуем, с ним значит что-то решаем, да, да, это важно. Государственность, очень важно выходить на органы государственной власти и совместно с государством решать многие вопросы. Государство совсем тоже не справится и с чем-то не достучишься. Когда есть на сфера, можно выходить на на сферу и наконец есть содержительность Божия. И это тоже канал открытый, только им надо мучиться пользоваться. А для этого надо состояться в качестве человека разумного, как в Библии написанного, наделенного значит не только значит образом, но и подобие Божие. И тогда вот эти все раз, два, три, четыре канала, они будут прекрасно работать. И есть такие люди и в нашей команде, которые владеют этими четырьмя каналами, что и позволяет иногда. то есть мы должны понимать, что интеллект он структурирован и все церковные конфессии, а у нас страна многоконфессиональная, поэтому понимая такую базовую значимость православия, русской цивилизации, мы должны понимать, что у нас и ислам, это 25 миллионов человек, это иудаизм, это возьмите Байкал и другие регионы, буддизм, поэтому мы должны понимать, что церковные институты, как важнейшие институты укрепления государственности, тоже должны искать какую-то точку сборки, они там или общество, но это точка сборки, которая в равной мере всеми конфессиями воспринималась, но в моем понимании я бы назвал это состояние вера Богу, то есть вера в Бога это то, что профессионально, да, это, но вера, она у каждого в своем культурном коде, вот кто-то в таком коде, так сказать, ищет эту связь, кто-то в другом коде, кто-то в третьем, а есть такое понятие, в отличие от веры в Бога, есть еще вера Богу, а что такое вера Богу? А вера Богу, она человеку одной из конфессий спрашиваешь, а ты веришь Богу? А что это означает? Ну, это означает, что если человек верит Богу, то он понимает, что если он живет по-божески, то Бог ему реально будет помогать в жизни, а язык Бога это случайности, помните, наверное, что случай, это псевдоним Бога, когда он не хочет подписываться своим собственным именем, так вот, случайности будут разные, в зависимости от того, как человек себя ведет по отношению к Божьему промыслу, как он церковные заповеди учитывает, и вот, исходя из этого, можно на уровне веры к Богу вести разговор абсолютно на равном со всеми конфессиями. Сдаешь вопрос христианину, ты веришь к Богу? Да, верю. Я не спрашиваю по алгоритмике, так сказать, профессиональной, по традициям, привычкам, обычаям, но ты в конечном счете веришь Богу, что Он тебе веришь? И у Дерев задаем вопрос, а ты веришь Богу, что Он помогает тебе, если ты живешь? Да, верю. Задаем вопрос мусульманинам, а ты Богу веришь, что Он тебе будет помогать, если ты будешь за декором соблюдать? Да, конечно, я верю. Ну, получается, что вера Богу, она в равной мере может быть характерна для любой конфессии, и очень хотелось бы, чтобы русское православие может быть для себя взял в эту миссию, как-то продвижение вот такой интегратной площадки, потому что действительно, реально меняется все, и может быть здесь тоже эти перемены это не перемены в ныне существующих структурах, а создание новой объединенной площадки. Ну, а вот что такое жить по-божески? Не причинять вреда себе, не причинять вреда окружающих тебя, людям, мирозданию, и анализировать случайность. Вот если вы начнете анализировать случайность, то вы поймете, то есть вера Богу это не предмет веры, это предмет практики жизненной. Вот если вы начнете этот план, то вы просто увидите, что оказывается это элементарно. А почему же мы не понимаем вот это, все то, что я рассказал, так сказать, и не видев возможности зачастую обладать теми якобы сверхспособностями? Вот мне понравилась высказанная Арнольдом мысль, он по Соединенным Штатам говорит, американские коллеги говорят, мне объяснили, что низкий уровень общей культуры и школьного образования в их стране это сознательная умышленная защита доходов хозяев жизни экономики потребления образование решает манипулировать населением как лишенном интеллекта стадом потребителей его цитата но она как раз говорит о целях и смыслах западной цивилизации но для того чтобы анализировать все происходящее все воздействующее на человека воздействуют на нас миллионы разного рода параметров помните песенку там бушинка улетела и сразу в мире что-то стало не так это действительно так поэтому наша команда нам удалось систематизировать все эти сотни и тысячи влияющих факторов по шести группам и вот что бы вы мне не сказали что влияет на жизнь человека или общество я тут же вам скажу что это относится к шестому приоритету или к пятому и к третьему вот шестой приоритет это военное оружие оно самое быстродействующее видите быстродействие наверху минимальное а внизу максимальное а вот мощность внизу минимальная а наверху максимальная вот если вы стрельнули на первом приоритете то это на тысячу, на две тысячи лет можно стрельнуть. А если стрельнули на шестом приоритете, то да, в 45-м году мы одержали победу, а через 20 лет пошли кредиты просить. То есть победа быстрая, но неустойчивая. Оружие геноцида – это, понятно, то, что подрывает генетику человека. Почему более опасное, чем военное оружие? Потому что военное оружие стреляет конкретного человека, да его место может стать другое. А вот генное оружие, оно стреляет не только в человека, стреляет в его детей, в его внуков, в его правнуков. Стреляет, в общем-то, в генетический код нации. Вот в чем проблема. И через оружие геноцида в основном и подрубается наша цивилизация. Поэтому если смотреть, допустим, силовой шестой приоритет и генный, то я бы вот так свою аналогию привел, что вот как в силовом, есть пистолет, есть автомат, самолет, ракета, так и в генном. Есть шампанское, есть табачок, есть пивко, есть водка, есть бриван, есть нераин. Это одно и то же, это одна линейка. Просто убой на силы разные. Кого не подсадить на водку, тому, значит, шампанское, или там лицо легкое, вот примерно такая система. И это нужно различать, если мы хотим субъектно, чтобы у нас состоялось. Потому что что получается, если употребляет алкоголь или табак? Происходит следующее. Эритроциты начинают обладать свойством слипания. Эритроциты имеют в нормальном состоянии защитный слой, липидный, ну, липид это жир, да, жировая смазочка. Она, протекая по сосудам, электризуется. И электроцитики приобретают отрицательный электрический зарядик, и в нормальном состоянии они отталкиваются друг от друга. Помните, на уроке 9 класса физики показывали, как они палочки натирали, или без ручки там разлетались от нее. Вот то же самое там. И если человек употребил алкоголь, табак, то эритроциты начинают слипаться. Образуется тромба, это называется эффект виноградной грозы. И они текут по сосудам не отдельными эритроцитиками, а текут, называется эффект виноградной грозы, такими слившимися сгустками. И когда они попадают в тонкие структуры головного мозга, видите, там в случае так обозначено, что вот эти слившиеся эритроциты вот в этом самом тонком сосудике, который питает головной мозг, они просто в физиологике застревают. И вот здесь они застряли, а дальше кровь не поступает. И что происходит с теми тканями, которые остаются за этой точкой? Они просто физиологически погибают. В мозгу образуется мертвая ткань. И вот это все и воспринимается как объединение. Зашумелая головная. А что зашумелая головная? Начался процесс гибели головного мозга, каким-то фрагментом. Потом они выводятся через лимфу, а потом через конечный счетик, через мочу удаляются из организма. Вот поэтому у нас даже дети ставили такой, делали такой фильм какой-то, где вот эту процедуру показывали. Я скажу, что это работает. Поэтому, мне кажется, такие вещи надо было бы сейчас давать, если мы хотим действительно изменить общество. Потому что, видите, даже в природе вот это все заложено. Вот здесь я как-то сам видел на телевидении сценку вот эту. Значит, если пчела заносит алкоголесодержащий нектар в улей, то она подвергается, там стоит сторожевой отряд, тут же это засекает, и ее сбрасывает слитка. Если она повторно пытается занести этот нектар, то ей перегрезают лапки и сбрасывают слитка. Вот как устроена природа. Человек-то мог бы до этого додуматься. Потому что для меня, конечно, вот это дико, как человек может закурить, ну то есть отравить себя, это же такое, один из самых страшных ядов, а после этого еще сам и заплатить за это. Ну я понимаю, он закурил, ему 100 рублей дали. Ну какая-то в моей голове выстроилась бы логика, что ну может там детей корни. Ну когда он себя отравил, а потом еще и заплатил тем, кто его отравил. Ну я вам честно скажу, что это выше моих сил понять этот процесс. Ну вот, и я иногда уж такие вот, я говорю, что ребят, ну у многих это, кстати, срабатывает. Ну вы вдумайтесь, вот когда тараканов трарят деклофосов, они же не сбрасываются накануне, о, ребят завтра нас травили, давайте-ка на деклофосик-то скинемся. Да нет, они не скидываются. А человек, в отличие вот животоспособен, тех, кто его травит, он же их финансирует. Поэтому, кстати, вот если говорить о табаке, это мне тут коллеги вчера выступали, потому что, ну, как правильно, в моих лекциях редко бывают люди пьющие и курящие, но вчера было выступление, и вот мне оставили тут такие, как назвать, вот талончик такие, да, то есть здесь есть все необходимое, вы просто на компьютере получаете бесплатно программу антитабачную, которая очень платная, но вот если у кого-то есть знакомые, которым это будет полезно, то после лекции можете подойти ко мне, я подарю вам вот эти, значит, возможность получить курс антитабачный, бесплатно. И я говорю это часто, почему? У меня больно такой в душе, мне просто жаль людей, когда я вижу на улице вот курящую, особенно девочку, у меня просто сердце обливается кровью. Ведь потом, откуда у нас перинатальный центр? Курение, потребление алкоголя гарантированно с дефектами ребенка. Просто не может девочка, которая курит, и родить двух ребенка, того, который появился бы, если бы она не курила. Потому что вот вы видели там эти сосудики тонкие, а теперь представьте себе, что вот эти слившиеся элитроцитики попадают в организм формирующегося ребенка. И что там происходит? Вот потом строили перинатальные центры, для с того, чтобы развести... Ну, вот так легкий выглядел человек, курящий или не курящий. Это реальная фотография, поэтому иногда срабатывает тоже, когда я со студентами работал. И вот вдумайтесь, даже леска, в французе очень говорят, счастлив тот, кто не знает запаха вина, табака, карб, всевозможных развращающих развлечений и спорта. То есть он четко разграничивает спорт, профессиональный в особенности и физическую культуру. Это совершенно разные явления. Ну, и пищевой алкоголизм – это еще более грозное явление, чем алкоголизм такой вот стандартный. От пищевого алкоголизма избавиться гораздо сложнее. А путь опять тот же самый. Вот видите, там, я картину-то повторял, потому что пищевой алкоголизм – это тоже такое заболевание. Но лечиться оно гораздо сложнее. И люди на голод уходят только за деньги. Вот я сколько раз проверял, так, ну, поголодать просто так сложно. Вот если человек заплатил тысяч 10-15, тогда он голодает. Вот. А бесплатно это сложно получается. Ну, слышали вы, может, про такой эксперимент «Вселенная 25», когда мыши просто погибали в этом раю, где им было все обеспечено. Почему? А утрачивались цели и смысл жизни. Не надо заботиться ни о подрастающих поколениях, ни о заготовках на зиму. Они жили в полном обеспечении. В результате начинался гогосексуализм, пожирали друг друга и не достигнув даже заселения половины всех возможностей, которые был создан как в раю, как все у них было. Они уничтожали друг друга и погибали. Поэтому вот рай – это не то, как Хрущев строил. Когда всем всего хватает, это когда меняются люди. Этих же людям увеличивается. Ну, и вот очень важно так мировоззренщики тоже понимать, что ведь вся энергия, которую мы получаем, она от Солнца. Никакой другой энергии у нас нет. Но есть люди, которые реально научились питаться солнечной энергией. Ну, как Адам и Ева. Наверное, это вот такой прототип, когда они жили в раю, почему? Они умели, как растения, воспринимать азот из воздуха, значит, углекислый газ, кислород и солнечный энергией. И они жили за счет этого. Сегодня, ну, у меня такой близкий был, товарищ Дмитрий Лапшинов, ну, по крайней мере, три года он был вот на таком солнечном питании. Он говорит, да это не голод, я бы воспитался реально. Но это нужно, не вздумайте это повторять, потому что это нужно. Она принципиально иная микрофлора. Когда остается только та микрофлора, которая усваивает из воздуха все. Вот, СО2, там, и азот, и все остальное. Но когда мы говорим, нет, я солнечным не имею пользоваться, ну-ка, капусту я тебя посажу, а ты там солнечный энергией собирай, а потом, ну, тогда попроще будет. Ну, вот, когда мы получили это растение, из миллиона калорий солнечной они взяли 0,24 процента. Это расчеты академика Несмеянова, он был президентом Академии наук, МГУ взлагал. Вот, остается 2400 калорий из бывшего миллиона, потому что растения-то они все усваивают. Когда эти 2000... Мы теперь могли бы растительной пищей питаться. Говорят, что... Ну, не говорят так, но есть. Все, что мы скармливаем крупно-рогатому скоту, по энергетике достаточно, чтобы прокормить все человечество. Вот. Но мы не хотим питаться... Я еще раз говорю, я не призываю ни к вегетарианству, ни к чему. Это нельзя вмешиваться в свободу воли, в свободу выбора. Я просто вам рассказываю. Научную картинку даю. А как и что делать? Этот же человек каждый сам должен решать. Тем более, если у него предчеловечный тракт и микрофон они приспособлены для переваривания растительной пищи, то ему надо вначале заменить микрофон, потом менять питание. А иногда пытаются сделать наоборот. Вот. Не, нам лень, капуста есть, баранчика приглашаем. Ну-ка, баранчик, давай-ка, вот эту капусту съешь, а когда съешь, вот тогда я уж, мне будет попроще, там, и прочее. Ну, баранчик-то съел, но куда в него все на ус ушло? А осталось только 8% он усвоил. Сколько осталось? 192 калории из миллиона у баранчика. А когда человек съедает баранье мясо, а это же чужий нам белок, не может. Белок барана строится в белок человека. Чтобы чего-то получить полезного из белка барана, нужно вначале разорвать этот белок, на что? На аминокислоты. Те, которые содержатся в открытой более-менее форме в растительной пище. То есть вначале теперь мясо надо, поэтому поел, вот, значит, это мясо поел, будешь, организм будет загружен на сутки, как бы, это перерабатывать. Вот. Поэтому человек из этой белковой молекулы берет 0,7%. И сколько на выходе? Из миллиона калорий на входе мы получаем одну калорию на выходе. Вот примерно такая научная схемка нарисована академиком Несмеяновым. Александр Павлович Убалев тоже интересно. Вот, ну, кто так серьезно является, интересуется проблемой здорового питания, вообще мировоззрительными вопросами выращивания здоровых кредких детей. Вот тоже полезная ссылка. Уголь и Александр Михайлович, он номинировался на Нобелевскую пирину даже при жизни. Он изобрел теорию адекватного питания и, собственно, к чему он пришел? Что у человека есть две системы вот в исполнении энергии и питания. Либо он ест сам, вот как бы там, так сказать, и раненого, и то, и сё. Либо он себя не порвит. Он порвит только ту микрофлору, которая есть у него. Потому что можно взрастить такую микрофлору, которая выделяет только то, что нам нужно для собственного организма. Вы знаете, сейчас возможности микрофлоры уникальные. Из отходов солянка получается. А тут микрофлора воспроизводит и незаменимые якобы аминокислоты, и витамины, и всё остальное. Всё, что нам нужно. И всё это делает микрофлора. Но её для этого надо кормить. Чем её кормить? Естественной, растительной, непереработанной пищей. То есть на этой сырой пище просто микрофлора живёт хорошо и кормит вас. Это вот упосредованное питание. Так же, как есть такая книга называется «Почему корова хищник?» Корова тоже, чтобы, понимая, она травой не питается. Трава это подстилка для того, чтобы на этой траве произросла микрофлора. А потом, когда она произросла, она бах и перебрасывается в другое отделение желудка. А эта трава опять идёт назад, отрыжка повторно она её готовит к этому. Опять что-то вырастает на этой подстилке. А потом эта подстилка уже не нужно выбрасывается. Поэтому корова траву не ест. Она ест то, что вырастает на этой траве. Так что такие вещи вроде бы элементарные. Я говорю, что иногда даже где удаёшься, что для любого самого простейшего прибора в обязательном порядке инструкция по эксплуатации. А вот инструкция по эксплуатации человеческого организма, где было бы расписано, какие виды питания, какие напитки, как, что, чего, что на что действует, что вот здесь у нас, что там. Вот что надо детям давать, чтобы они это понимали со школьных детских лет. Важно понимать, что каждый народ должен питаться плодами своей и несчастливой. Это земля, которая не кормит свой народ. Это из спора с заморским куцом, из узок листа. Вот для того, чтобы мы нормально пытались усваивать пищу энзимы, верменты нужны, да, они, собственно, ускоряют все химические реакции в живых системах. Но, вы думаете, существует пять тысяч энзимов, из которых три тысячи синтезируются кишечными бактериями. То есть, мы на энзимы рассчитываем, но вообще наш организм способен, если мы правильно взрастили микрофлору, три тысячи этих энзимов синтезировать. Ну и, конечно, энзимы погибают при температуре от 45 градусов и выше. Разные, на разных стадиях, но полностью энзимы могут воспроизводиться только на сырой пище. Очень важно еще понимать, потому что, если вы посмотрите, вот как бы усваивание пищи, оно же не в желудке, оно идет в кишечнике, там есть ворсиночки. Вот найдите в интернете ворсиночку, это же целый механизм. Ворсиночка, от нее идут такие капиллярчики, и, по сути, каждый прием пищи это своего рода внутривенная льенция. То есть, когда вы съели, это все равно, что вы укололи. Потому что вот эти ворсиночки, они это берут и это уходит в ваш организм. И если пища идет непрожеванная, то ее, как бы, особенно с нее толку никакого. Потому что ворсиночка не может ухватить там что-то вот, кусочка, который более чем 15 тысяч миллиметров. Это вот реальная пища, которая должна быть в этом. Пища, если нужно по-нормальному пытаться, не приедая и не загрязняя организм, нужно мягкую пищу 30-50 раз пережевывать, а твердую сердце 80 раз. Можете в интернете найти великий жеватель есть, по-моему, такая особа. В Америке был такой человек, который всю жизнь занимался тоже третьим вопросом. И я знаю, в нашей среде есть люди, которые понимают, что такое необходимость реального пережевывания пищи. Ну, по воде там это высказывание Санаримото, я с ним встречался дважды, японский исследователь, который говорил о том, что реально вода, она и запоминает тело, ну, вы знаете его опыты по замораживанию, когда она послушала одну музыку один рисунок, другую музыку другой рисунок, слово написал на бутылочке, получился хороший рисунок и так далее. вода это очень серьезный и воду нужно просто ввести, я как-то в буддистском центре изучал все технологии оздоровления людей, и там, конечно, его угалывание, массажа, масла, и прочее, но каждое утро выдавали два литра горячей воды в Тернце, когда я потом у главврача спросил, скажите, что в вашей системе самое главное, без чего все рассыпься, а это вода, вот, все остальное это прикладное, но, вот этот курс лечения состоял в том, что каждое утро нужно было взять эти два литра и в течение дня выпить, это абсолютно независимо от того, что вы пьете компот, или суп или еще что-то, это холодильник никакого отношения не имеет, вот, ну и там питание такое, чисто овощное, с надписями кастрюльки, иду, считаю, смотрю, написано, средство для увеличения веса, открываю кастрюльку, картошка, там она как лекарство подается, лекарство для увеличения веса, ну вот здесь я провожу, у нас в Питере там институт был вокало-терапии, с ними я немножко там взаимодействовал, в общем-то мы дали что-то понимать, что наши гласные звуки, они все не просто так, вот, а это когда вот у человека что-то болело, когда-то там глубокой древности, он был а-а-а-а, или говорил там о-о-о, он не говорил не случайно, а те звуки, которые у него вот возникали от ощущений каких-то были в том или ином месте, но смысл в том, что у нас нет ни одного звука просто так, они все оздоравливаются, и у нас были так называемые концептуальные бани, где мы вот собирались вместе, и там как проверить свое здоровье, берешь секундамент, набираешь воздух, и тянешь звук там, а-а-а-а-а, и так все звуки по очереди, и тот звук, который получается короче всех, значит в этой области тела есть какая-то проблемка, может конечно идти к врачу, и это нормально, а можно попробовать просто распевать этот звук, и, говорите, проходит, это проверено тоже мною лично, вот, поэтому очень важно слушать музыку, потому что очень серьезное влияние оказывает и музыка, а не только звуки, и кроме того, одно дело слушать, а другое дело петь, вот когда я учился, у нас всегда два раза в неделю были уроки пения, и мы пели в полный голос, там, кто как мог, но все эти песни, я помню, по всему пору, все русские песни могу вам спеть, как начальные лекции, там, начиная, шел отряд по берегу, шел издалека и так далее, и военные, и зонные, и просто русские народные песни, очень важно, если вы научитесь петь, особенно семейные песни, на Псковшине всегда, если собирались петь, то всегда пели, это, ну, без этого даже не собирались, но, к сожалению, это сопровождалось алкоголем, это навязывалось умышленно, конечно, потому что, если начнут петь и не пить, то такой народ уж точно не победишь, вот, конечно, важно понимать, что у каждого человека психика формируется с детства, вот, когда человек появляется на свет Божий, у него только инстинкт, хочу попить, хочу поесть, там, и как-то он выражает это, потом у него появляются уже, значит, первые такие условные рефлексы, он начинает присматриваться к папе, к маме, хочу как папа, хочу как мама, там, так сказать, а потом уже включается следующий уже такой демонизм, как бы, когда он себя видит в центре мироздания, нет, я не хочу как мама, нет, я не хочу как, я хочу вот так, вот, а потом уже только гораздо позднее появляется совесть, интуиция какая-то, хотя, вот такие человеческие качества, некоторых смысловит, монетные совести у маленьких детей, конечно, есть, я помню, со своим маленьким, еще маленьким, совсем сынишками, зашел на сытный рынок в Питере, и он увидел Миногу, живую, вьющуюся на прилавке, он так разрыдался, что мы вынуждены были уйти с рынка, почему? А он ощущает, что это противоестественно, мы его старались в природе воспитывать, и когда он увидел эту рынку, он разрыдался, потому что так не должно быть в его понимании, и потом только его помечают, это нормально, варанчик зарезали, рыбку там, постекли, подголовили, там все хорошо, и он, достепенно, привыкает к нашей человеческой жизни, как-то, вот, и, к сожалению, вот, психология, она, знаете, официальная, в большей степени, как работает, она работает, вот там и похмондрики, вот холерики, вот санглиники, так, а обществу, то что от этого, отечественная психология не ставит вопросы, особенности психики, которые могут или вред нанести обществу, или пользу принести, вот в чем дело, и поэтому у нас несколько иная классификация психологическая, она связана, вот, если говорить о девиациях, то это нормально, когда развиты вот эти все четыре уровня, и потом человек выходит уже на эмержантный уровень, когда он начинает летать, он обретает подобие божьего, если он все прошел и понял, что какой божий промысел, но если он выстраивает не так, вот как рыбочек, я вам рассказывал, а он раз, и потом вернулся на первый уровень, и он в основном руководствуется инстинктами, мы говорим, это администрация, это отклонение, это животные, идти в строя в сентябре, у них преобладают привычки, традиции, ну вот, мне, как, вы в Новый год не берете шампанского, я говорю, не берете шампанского, почему я в Новый год должен быть шампанского, да, и все, и вот для них это абсолютная дикость, почему, потому что у них доминируют вот эти привычки, им не важно, полезная эта привычка, вредная, это на втором плане, им важно, что нужно делать так, как делают все, вот все пьют пилы, я пьют пилы, все, значит, пьют шампанское вновь, да, я пью, ну а мы, у кого-то, в своем семье, в принципе, то есть мы понимаем, что нельзя жить в обществе и быть независимым от него, нужно социализироваться, но социализироваться в той степени, в той мере, которая не уничтожает твое личное достоинство и твое личное понимание, то есть ты понимаешь, что это просто легендное оружие, в любом виде, шампанское, пиво там, или еще что-то, то как тогда насчет жить по-божески, первое задовое, помните, жить по-божески, не причинять вреда себе, а если шампанского уже в себя влил, то это, извините, по-божески получится, потому что Бог тебя наделил такими полномочиями, а ты над ними издеваешься, ну демонические, это когда у человека нет Бога, он себя поставит в центр мироздания и считает, что он сам, вот я, я центричное мировоззрение, все должны, я всех поставлю, это вот типичный демонизм, и только человек, который ограничивает вот эти все потребности мира, они у него хорошие, сочетаются, но руководствуется вот прежде всего интуитивными прозрениями, которые приходятся на сверху уровню, и подсказками души. Ну и, пожалуй, еще такое очень важное для субъектности понятие, это достаточно общая тему управления, которое тоже нашей командой проработано, и понятие полной функции управления. Вот я не буду об этом, естественно, подробно рассказывать, но просто, чтобы вы знали, что есть такое, если вы обратите в интернет, то дам на эту тему сотни и тысячи и статей, и картинок, и рисунков, это в народе понятно все, только непонятно, вот в частности, прежде всего, западным, стратегам и аналитикам, и непонятно там и спецслужбам, и непонятно многим-многим другим структурам. Почему? Потому что, вот как бы, ну я говорю, есть вещи, которые не входят в круг наших понятий, управление по полной функции. Так вот, управление по полной функции говорит о том, что создание структуры и управление структурой, это только пятый этап, а у нас в основном что под управлением, понимается? А вот есть структура, вот ими управляют, это и есть управление. Нет, ребята, это никакое, это и есть управление. Это к управлению никакого отношения не имеет, тем более, к суверенному управлению или управлению, вот мы говорим по полной функции. Любое управление, оно начинается с выявления проблем или фактора среды. Вот хотите на Марс лететь, так вы выявите тот фактор, который вам вот жить не дает, вам надо на Марс лететь просто вот так вот. Вначале надо понять, почему это необходимо, зачем и почему. После того, как вы фактор этот выявили, после этого надо научиться распознавать его на будущее. Потом нужно сформировать вектор целей в отношении этого фактора. А потом уже сформировать концепцию достижения цели. Так вот, эти четыре этапа, это прерогатива, мы назвали это концептуальной властью, потому что это делается, но это, если страна это не делает сама, значит, это делается где-то, в другом месте. Потому что любое управление, оно всегда концептуально определенное. Просто концепция может быть или своей, или чужой. В этом только разница. Если мы не знаем своих, ну я надеюсь, что наше руководство там имеет свою концепцию, возможно, она по каким-то причинам на данном этапе должна быть сокрыта, но вот, ну у нас есть концепции, допустим, концепция национальной безопасности, да, этой страны, но вообще-то серьезно, если говорить о концепции развития страны, то она должна быть минимум на 75 лет. Вот концепция, она начинается с трех поколений. Если у вас нет расчета на три поколения, то это не концепция. Буддисты, более того, говорят, что мы должны думать о семи, о седьмом после нас поколений, не о трех, а о седьмом. А то, как мы живем, это позаботились до нас. И вот получается, что должна быть концепция на 75 лет. Тогда из этой концепции можно выстроить концепцию на 25 лет. Ну так, потому что логика появляется какая-то, что такое на 20 лет. Когда у вас появилась концепция на 25 лет, то из этой концепции можно выстроить концепцию на 5 лет. А если есть концепция на 5 лет, тогда можно выстроить годовой план. Но как только у вас год прошел, вы этот план посмотрели, как он у вас выполнен, не выполнен, и внесли корректировку в пятилетний план. Если у вас вы чувствуете, что вот прошел, а что-то не так, то можно корректировать в пятилетний план. Пятилетка прошла, вы должны внести корректировку в 25-летний план и так далее. Вот тогда это называется концептуально Властное управление, и управление на основе концептуальной власти, и формируется суверенная концептуально-властная государственность. А если у вас управление структурами, то посмотрите, что получается. Ну, у вас есть здравоохранение. На что там бюджет выделяется? На лечение больных. Речь идет о руководителях отрасли или о врачах. Они работают так, как выстроена система. А что за них спрашивают? Зарклад, чтобы у всех было, чтобы развивались, и так далее. То есть, они живут только на больных людях. И, ну, как бы, цели какие у них заложены? Чтобы здоровые люди были. А на чем тогда они будут жить? Ну, то есть, если у меня пройдет, конечно, в счете здоровых людей. Поэтому, ну, вот в моем представлении, с позиции, допустим, концептуальной власти и концепции, как должен формироваться бюджет здравоохранения. Не медицины, а здравоохранения. Ну, как, я говорю, это просто проинлюстрирую, что такое консервирование у вас. Вот есть пять процентов. Выделили на здоровье населения. Одну треть отдали врачам, потому что нужно лечить и из больных, по крайней мере, не сейчас. Одну треть отдали людям, которые не могут. Болеют. То есть, есть люди, которые не болеют, в принципе, таких сколько угодно. Но не болеть, это, видишь, его стоит. Это надо, значит, есть какие-то треники, выходить по сейнам, и так далее, и так далее. Может, фигельсер, у каждого своя технология, но она затратная. На здоровье требуется затрат. Так вот, это нужно заплатить просто реально тем, кто вообще не болеет. С какой стати? Общий бюджет идет только тем, кто болеет, а они же не члены общества. А третья часть куда? А третья часть тем, кто учит тех, кто не болеет. Вот самая высокоплаченная работа в Китае. У тех, кто отвечает за здоровье. Они, правда, за верхний уровень, там, руководство отвечает. Но они получают хорошую зарплату только тогда, когда никто не болеет. Вот тогда у них высшая зарплата. Как только кто-то заболел, все, зарплата упала. Их наказывают. Поэтому, вот с точки зрения цели, полагали, вот так. Если есть строительные образцы, то она не квадратные метры срок и не, значит, не прибыль зарабатывает. Она работает на интересах к глимографии и воспроизводства населения. В неволе не размножаются животные. Говорит, точно так же человек. Человек создан для жизни природой. И может человек воспроизводиться в течение многих поколений в бетонных коробках. Это невозможный принцип. Поэтому это бесполезно. Рассчитывать, что мы улучшим демографию, строим бетонные коробки и заселяем туда, как бы, людей. Это противоестественно. Человек не для этой жизни задуман. Бог, это я говорю. Вот, поэтому там тоже просто строители-то, я, еще раз, никого не критикую. Но нужна концептуальная власть. Нужны те, кто цели поставит другие. И скажут, ребята, у нас сегодня по 12 гектаров на человека. Поэтому главное нам освоить наше пространство. Вот если вы построите дом, и прилегающая к нему территория будет 5 гектаров, то у вас вот такая проблема. А если будет 10, то прибыль будет в два раза больше. Законы должны быть другие. С какой стати у нас земля охватна, если у нас по 12 гектаров на человека? А кто эти законы устанавливал? А президент наш неоднократно упомянул, что весь хозяйственный механизм формировался, когда на рассвете перестройки, и когда осветили тысячи человек из центрального разведывания и формировали наш хозяйственный механизм. В 2008 году мы посмотрели, рассекретили инструкцию. В Соединенных Штатах она называется «Инструкция по организации хозяйственных механизмов подконтрольных территорий». По организации саботажа на подконтрольных территориях. Вот они так и строили. Они же тогда нас уже однозначно и не с этим согласились воспринимали как колонию, и как для колонии вот это все строили. Вот поэтому нужен такой концептуально-аналитический модуль, ну или предиктор, его обычно за рубежом называют предиктор, только тот указатель суверентного концептуально-властного государства. Это прототип, может, тандема, госплана, ККНТ. Это выявление проблем, электроцелия, равеносводные концерты, и организация структур. А потом уже включается в правительство и то управление, которое у нас есть сегодня. А если этого модуля нет, то, возможно, мы работаем на чужой модуль. Вот. И главная идея наша – это от коллапса мегаполисной организации, нужна к ландшафтной усадебной организации, потому что, вот я вам говорил, здесь просто цифры приводятся, один, двадцати шестьдесятых гектара земли на человека. Поэтому вот наша главная проблема. Есть такие оптимальные расселения в Сиатису, чтобы и биосфера была жива, и люди жили нормально. Так вот, люди должны занимать семьи тридесятых процентов. А мы могли бы эту цифру увеличить двое, а она у нас порядка одного процента. Вот. Поэтому у нас 20% живет в одноэтажках, а 80% высокоэтажных, а, к примеру, США, Канада, там 90% одноэтажного. Ну, даже Нью-Йорк, вы знаете, это одноэтажный город. Только единственный Манхэттен – один только район. А все остальные – они одноэтажные. Это Манхэттен, не говоря уж там о… А мегаполисная урбанизация – это пробки, это техногенный коллапс, это электромагнитное излучение. Невозможно воспроизводить население там. Здоровые рождаются 18-20% детей. Вот. А генетические нарушения отсюда – вот эти самые все дела. А ландшафт усадебное поселение – это что такое? Это не больше 5-6 километров, чтобы все на велосипеде пешком. Архитектура должна быть вписана в природный ландшафт и приближаться природным. Автономной технологии сейчас их более чем достаточно. Все организовано так, чтобы рабочие места были в этой же зоне. Комплексная, экологическая безопасность. Ну, в общем, вот. И люди, конечно, должны быть одинаковые. Ну, и, наверное, последнее немножко в экономике. Я вот, понравилось мне в убежище Моррепоса, вот у Ковщегрин как-то сказал, у него там есть такая фраза. Ведь умирать-то не совсем ломко, когда не умеешь ясно ответить на вопрос, что такое рубль. Вот я как бы себе задал вопрос, что, ну, мне живут тоже 75 скоро, да? Вот. Такая, что такое рубль? Тем более, я 15 лет в институте метрологии отработал, а никто вам не скажет, что такое рубль. Рубль-доллар, может, кто-то скажет. Вот. Поэтому я считаю, что, ну, может, впервые так публично выскажусь по этому поводу, что деньги, как экологическая сущность, должны будут в ближайшее время исчезнуть из издавления человечества. Как изначально деньги появились? Есть производственно-потребительская система. Кто-то производит, кто-то потребляет. Вот как-то нужно меняться. Им было друг друга не найти. И вот они, значит, ну, придумали вот такой, значит, ну, давайте вот придумаем такую схему, вот появится промежуточный товар, назовем, и через день не будем менять. Вот. И вот появился такой хвостик, как бы, вот эти собачки, да, там, ну, он будет помогать немножко, там, да? Вот. И говорят, если хвост будет умнее собаки, то он начнет вилять собакой. Так вот у нас как раз получилось так, что финансовый хвост виляет собакой. Сегодня не производственно-потребительская система, а деньги управляет всеми делами. Они же это вспомогает, не сектором. Он очень, ну, общественно полезной функцией привык, как производство, там, потребление, не несет. Это, на самом деле, ну, как бы функция услуг, услуги оказывает. Вот. А сегодня можно обойтись, ну, вначале же тоже как-то обходилось без денег. Сегодня можно обойтись тоже без денег, потому что есть совершенно новые информационные технологии и появились технологии блокчейн. И там можно ценности каждого товара присвоить вот эти коды блокчейнерские. И я сам наблюдал, как там, так сказать, пересылают деньги в любую точку земного шара в течение пяти секунд. Там, значит, меня попросил там знакомый, у него деньги, а он там, в Индонезии. Я зашел к его знакомому, ему отдаю деньги. Он говорит, у тебя они сейчас перешли. Ну, естественно, он в криптовалюте, так, перекидывает ему какую-то сумму. Я, значит, спрашиваю, да, все, получи. Я ему даю деньги, с этим не нужно. Их тут же можно опять же обналичить нам. И по любым... То есть, вам ехать или в шашечки проиграть? И если не ехать, то зачем вам эти деньги? Значит, вам говорят, что вот вы на такси привезете, вот подъезжаете с шашечками, так все, действительно, а теперь он говорит, вы знаете, а мы теперь вот изобрели технологию, мы можем вас переграсывать, вот по примеру муравья Акта, так сказать, телепортировать. Нет, 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 мы шашечки, шашечки, не надо. Так вот сейчас такие информационные технологии есть, которые позволяют решать все абсолютно вопросы без участия вот этих посредников. Потому что есть информационная база мощная, информационные технологии, криптовалюты, которые сегодня пока еще абсолютно не проработаны и неустойчивы, но есть все для того, чтобы антологическую сущность денег забыть, и искать технологии, а как выполнять эти функции, не думать, как деньги там поменять, а думать, как заменить функции денег, вот в этом как бы суть вопроса. Потому что, ну, денежная политика, вы видите, чистая экспонента, поэтому о чем тут говорить, это все равно рухнет, рухнет как бы не сегодня, так завтра. Поэтому я хотел завершить свое выступление вот этой цитаты, которая тоже является, может быть, каким-то хребом моей жизни, которую я тоже давно знаю, навезусь, Державин своего рода наставник, Пушкин и сказал, «Мое желание предаться Всевышнего во всем себе, за счастьем свете не гоняться, искать его в самом себе, меня здоровье, совесть, право, достаток нужный, добра слава, твоя счастливая царинь». Вот такое счастье хочу вам пожелать, потому что многие его ищут как раз не в здоровье, не в совести, когда на оправление, не в достатке, в нужном, а в достатке извлечены. Поэтому будьте счастливы и поддерживайтесь. Всего вам доброго. Если какие-то вопросы есть, я могу ответить. Что в вашем понятии, Слово Богу? Слово Богу, мое понятие следующее. Мироздание в целом устроено так. Есть тварное мироздание, которое сотворено свыше, и есть Бог как надмирная реальность. Она и есть то, что сотворено мироздание. Поэтому по законам строения мироздания, я как физик так это понимаю, с более низкого уровня, более высокий, он непознаваемый в принципе. То есть, скажем, качну капусты, не дано в его стереотипах восприятия мироздания понять, что такое казах. Вот если научиться на языке капусты разговаривать, скажи, что такое казах? Ну, никогда он вам не отвечает. Так вы мне задаете примерно такой же вопрос. Что в вашем представлении, в моем представлении одно, что над нами есть уровень, более высокого уровня, который можно вызывать Всевышний, Бог, Творец, Вседержитель. То, что, слава Богу, вошло в конституцию нашу теперь. Вот это я и понимаю под понятием Бога, физик. Но, в моем понимании, осмыслить это в наших стереотипах восприятия мироздания невозможно точно так же, как качну капусту не понять, что такое казах, которая подошла из себя. поскольку я реалист, я скажу так. Значит, Бог, слово придумано и для объяснения мира. Вы согласны? Немножко плохо слышно. Сами себе объясняют. Нет, конечно, дело, понимаете, вопрос веры, это вопрос такой тонкий, индивидуальный. Нельзя вмешиваться в свободу выбора, потому что говорят, атеисты, атеисты, атеисты самые верующие люди. Атеисты самые верующие люди. Во что они верят? Они верят в то, что Бога нет. Ну, они же не знают, как это, они просто верят. А для меня, например, для физика, очевидно, что Бог есть. Почему? Потому что за всю историю существования человечества вы не найдете ни одного народа, у кого бы в том или ином виде не было представления о Боге. И где вы сегодня вот не найдете. И это тысячелетиями. То есть можно дурить кого-то очень долго, можно дурить многих, но не долго, но дурить всех и всю жизнь невозможных принципов. Значит, за этой верой, которая есть у каждого народа, хотя в своих стерятипокультурных, реально стоит реальный процесс мироздания, процесс там это явление как уходит. Еще вопросы какие-то есть? Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok